Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы одна из ведущих Девелоперских компаний Компания разработчиков Которая развивает продукты В том числе и для Apple Для Microsoft Для ведущих производителей И есть компания Cisco Для которой также Разрабатывает платформы Одна из ведущих Компаний в сфере Конференций Как вы думаете В чем заключается Наше будущее В плане Собственно коммуникации В плане связи Но весь мир Сейчас будь то Китай, Корея Даже Южная Америка Россия Соединенные Штаты Продвигается В плане построения Общей сети Мобильных Видеоустройств И сейчас Порядка 60% Всего земного Населения Может Обеспечить себе Доступ К интернету Через компьютер Именно через компьютер Но порядка 90% Населения Сейчас на планете Имеет доступ К интернету Через мобильный телефон И мы сейчас Как раз таки Развиваем технологии Которые позволили бы Разговаривать По видеотелефону В любой точке мира Знаете, какая проблема Здесь сразу Рисуется По крайней мере Вот в России Это очень низкая Пропускная способность Сетей связи Как эту проблему Решить Для комфортного Видеообщения Мобильного Видеообщения Это правда Но даже в России Мы смотрим Я думаю За последние 2 года Что вы видите Сегодня Мы видим Этот же статус В других странах Что в 2 года Сегодня Что вы думаете Что инфраструктура Будет совершенно другим Это изменение Представьте, что вам Начальник ваш звонит Вы, не знаю Не хотите идти на работу Вы заболели Как-то не хотите Просто, чтобы вас видели Что происходит Если есть видео Что происходит Если есть видеосвязь Это будет забавное общение Но нашу систему Система имеет 2 раза Вы можете Вы можете Выключить камеру Или выключить И вы можете Всегда скажите Боссу Мы будем Смотрим 101 excuses Почему Не включить Видео Но мы Скажем Это Легкая Бандвиза И Аудио Ага То есть Можно В принципе Система позволяет Включить Или выключить Любую Из двух камер Если сообщение Идет между Двумя Человеками И придумать Там 100 И Тысячу Одну Причину Почему Вы не хотите Или не можете Включить Камеру Например Сказать Что Здесь Связь Не позволяет Как раз Такие Скорость И Давайте Ограничимся Только Аудио Хорошо Тогда вопрос Простой Чем Ваша Технология Отличается От Скайп Скайп Разработан Технология Порядка Пяти лет Назад Хотя Мне кажется Побольше Немножко И Она Базируется На Их Оригинальной Разработке Но Это Довольно Старая Уже Платформа Скайп Будет Ребил С Инфраструктуру Для Компет С Следующей Генераторией Вауи Платформа Это Следующая Генератория Мы Дизайн На Мобиль Платформе И Скайп Придется Конкурировать Сейчас С Нашей Новой Платформой Потому Что Платформа Разработана На Совершенно Других Принципах И Основах Базируется Поэтому Да Вот Компания Айвауи Сейчас Как раз Продвигается Именно В Сторон Мобильности Окей Именно Мобильность Да Самое Главное Мобильность Мобильность Подписывайтесь Поэтому мы придумали систему, когда, например, можно будет привязаться к Gmail, к этому аккаунту или к электронной почте, и там подписать, собрать этот контакт-лист буквально за два клика мышки. И еще одна вещь заключается в том, что, в отличие от многих систем, можно посылать картинку, видеокартинку прямо из окна той системы, где ты общаешься. То есть привязывать ее. Не нужно переходить в другую программу или в другое окно какое-то. А сам сервис iWawei, он платный или нет? У нас есть бесплатное приложение, точно такое же, как у Скайпа, с возможностью апгрейда. Ну а как насчет высказывания главы Google, Ларри Пейджа, что, чтобы заработать много денег, нужно делать бесплатные вещи? Да, согласен с ним. Я думаю, что это бизнес будущего. Потому что жизнь движется очень быстро, и компания iWawei движется, в принципе, в том же направлении. Но вы пока поддерживаете бизнес-модель Скайпа. Но это похожая модель, но мы, в общем-то, работаем на тем, чтобы потребители сейчас с нами заключали контракты и оставались с нами, так сказать. И говоря, если, допустим, о видеоконференции для бизнесов, да, какие преимущества они получают? Ну, для бизнесов есть масса возможностей, и они только начинают еще понимать, насколько важна видеосвязь, и сейчас видеосвязь должна быть у каждого бизнеса. И сейчас мы видим, что бизнес очень сильно зависит от связи, и связь – это вообще все. И, честно, многие компании думают, что если у них там будет на их помещении или на машине значок компании, то к ним придут потребители, но бизнес так не делается. И нужно быть активным. Ну, давайте предположим, что я продаю цветы, стою просто с краю дороги, и просто надеясь на то, что кто-нибудь останется и мне купит Пхукет. Или я могу быть тот же человек, стоя на дороге, и каждый раз, когда кто-то остановится, скажет, дайте мне вашу электронную почту, и каждый раз, когда у меня будет там новое поступление цветов, я вам буду высылать какое-нибудь объявление. И, по сути, все движется к тому, что им больше не придется стоять с краю дороги, да, и просто можно будет рассылать электронную почту, но это, конечно, очень упрощенное понимание такое, да, и заработать в 23 раза больше денег. Цветы-то все равно выращивать придется. Да, это та самая часть жизни, которая является, в общем, достаточно неприятной. 385-092-3, телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда, напомню, в гостях у нас сегодня Билл Старк и глава компании iWiWe, которая, собственно говоря, занимается продвижением видеокоммуникаций здесь, ну, в общем-то, по всему миру. Окей, speaking back of Skype, говоря, возвращаясь немножко о Skype, да? Их технология, опять же, немножко ограничена шириной пропускной способности канал, да? I have had many times when even audio quality sucked a lot. И у меня было очень много случаев, когда даже качество аудио, качество звука меня очень не устраивало. Is there any solution to that? Есть какой-то способ решить эту проблему? Well, that's the part of business that's good to me, because if you find a problem, like you, that you define a problem, all that I have to do is figure out a solution and we'll take the market. Well, that's kind of the part of business that I like, because if they have a problem, I'll find a solution for this problem as a competitor, and we'll take the market. And what's the solution? And we found a solution. We've developed, we've continued to develop the next generation of technology, so we've put high-quality video, and we've been able to compress it into a smaller bandwidth that on just minimal connection you can still get good video. Well, we, по сути, разработали систему, которая при небольшом потоке данных позволяет очень сильно ужимать видео и звук, и при этом все равно еще получать качественную картинку. This was really important, as we focused on the mobile environment, because working from a mobile cell tower, we had to get this all the way down to 2 megabytes. И это было особенно важно, тем более, что мы продвигаемся в сфере мобильной связи, все-таки видео, потому что, например, если говорить о пропускной способности базовой станции, нам приходилось ограничиваться 2 мегабитами в секунду. На самом деле, проблема в пропускной способности, проблема у нас очень больная. Как работают технологии, если пропускной способности не хватает даже для нее? Okay, bandwidth is a really important problem, but how does technology work, even if this kind of bandwidth is not enough? Здесь какая-то аварийная система. This is an emergency system. Yeah. It's not a complete solution yet today, but in the next 12 to 24 months, the whole world is going to change. There's things happening with technology on hardware side that is, you're going to be very surprised. Ну, здесь как раз сейчас все находится в процессе развития, и технология развивается вот прямо сейчас на наших глазах, и буквально в ближайший год-два мы увидим, что все поменялось радикальным образом. А насколько дорого будут мне обходиться видеозвонки, учитывая, что провайдер сутой связи тоже берет деньги за интернет-трафик? How expensive are going to be the phone calls, video calls, including, you know, considering that your self-provider also charges you for data, you know, connection? Вауи, you know, part of that, I can't control the self-provider, but the technology that we're developing, we are going to be making unlimited use, unlimited videos to our customers at no additional cost. Ну, здесь мы, конечно, не можем контролировать операторов связи, но технологии, которые мы разрабатываем, по ней вы получите неограниченное количество видеосвязи. То есть, все мои затраты будут это исключительно затраты на трафик? All my expenses would be actually paying for traffic, for internet traffic, right? Yes. Okay, то есть, ну, да, по сути, этим все ограничено. А видеоконференции я могу организовывать с мобильного телефона? Can I make a video conferencing connections from my mobile phone, from my cell phone? Today, no one can do that. There's no product that's done that. We are coming out with that product in December. Здесь на настоящий момент нет таких решений для мобильных телефонов, а вот мы такой продукт представим буквально в декабре этого года. This was, I was invited to come to Russia to talk about this very subject and introduce people to our new platform. I did a demonstration last night, and it was a great opportunity to get to know the city. Okay, well, we are pretty much limited in the time. То есть, мы сейчас ограничены по времени, и спасибо большое Биллу Старке, ну, можно сказать, пионеру в новом поколении видеосвязи. Будем ждать декабря. Билл, надеюсь, что мы его снова пригласим, и надеюсь, что так же будет он в эфире у нас. Well, thanks a lot. Thank you. Вы слушаете радио Комсомольская правда. У нас Билл Старк, и в эфире пионер нового поколения видеосвязи. Оставайтесь с нами, 92.3 FM. Продолжим совсем скоро. Точка отсчета. Координаты разных точек зрения. Екатеринбург, 92.3 FM.